Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Не так давно в группе владельцев Ниссанов Подфайндеров я людей мучил. Что же такое может шуметь? Где-то в ходовке, похожая на звук ступицы, но не ступица, потому что мы протрясли машину на подъемнике. Она и ничего не нашли. С фонендоскопом тоже слушали абсолютно все подшипники. Машина висела на подъемнике, крутились колеса, естественно, без нагрузки. Мы ничего не услышали, каких-то явных признаков гудящего подшипника. Но на ходу это гудение, блин, оно просто выносит мост. Причем машина не меняет звук от того, что поворачиваешь влево или поворачиваешь вправо. Характер звука совершенно не меняется. Были уже гипотезы, что это подвесной подшипник, хотя у нас их нет. Подшипник редуктора. Редуктор, блин, что совсем бы мне не хотелось. Есть крестовины, вот куча, миллион просто вариантов, вплоть до неисправных подушек двигателя, либо то, что у меня там оторвалось где-то пластмасской и так далее. Но спутать гудящий подшипник невозможно с пластмасской или там с крестовиной, или еще с чем-то, потому что у крестовины есть, допустим, другие признаки ее неисправности. Вот. Поэтому я решил применить супер-мега-нанотехнологии с подключением радиомикрофона непосредственно к ступице и послушать своими ушами, какая же у меня ступица гудит. Как вам такое, Илон Маск? Смотрим. Что мне понадобится для всей этой затеи? Собственно, радиопетлица. Ее я закреплю на ступице. Наушники. Приемник радиопетлицы. И рекордер, чтобы я мог записать полученный результат и, собственно, вам продемонстрировать его не только на слух, но и в диаграммах. Друзья, получается вот такая вот системка. Кордер, петля и передатчик, который будет сейчас прикручен к ступице. И будем слушать, как он работает. Если бы те, у кого я беру интервью, знали, в каких местах бывают наши микрофоны, они были бы удивлены. Но это шутка, конечно. Ни в каких, скажем так, криминальных и критичных местах наши микрофоны не бывают. Пойдем ставить. Сам передатчик прикручу на хомутик. Особая мощность здесь не нужна. Я гонять не собираюсь, потому что подшипник слышно и так, в принципе. Если он действительно шумит. А вот сам микрофончик вставлю в гнездо для крепления колеса. Чё, погнали. Одеваю ушки. Включаю запись. Сейчас отмечу левое заднее колесо. И погнали слушать. Более-менее тишина. Следующее колесо. Правое заднее колесо. Подключаем передатчик. Выезжаем на ту же линию площадки. Ну, судя по шкале, тоже не особый шум там есть. Виднее левое колесо. Так, сейчас послушаем, что там у нас со звуком. Потому что, судя по показометру, шум изменился очень сильно. Ого, ну да. Отдвижка шумов побольше. Разворачиваемся, слушаем. Блин. Шкрябает хвостик этого хомутика за суппорт. Сейчас я его отрежу. Мышь. Шкрябает хвостик. Шкрябает г garden. Передняя левая ступица Так, ну а теперь послушаем Блин, тут гоняет вокруг столбов по льду Всякие стритракеры Не столкнуться бы нам с интересами Ну ладно, погнали Слышно, как турбинка воет Но шумов ступицы, что-то я не слышу Так, возвращаемся Возвращаемся на исходное Так, уже немножко подмерз И пойду поставлю его, видали? Раскачил Ракер, блин Так, и ставим теперь на переднюю правую ступицу Блин, на которую я больше всего подозреваю Хух, швежачок Блин, околел нахрен Хомустики лопаются Наморозиться Наморозиться это делать не особо удобно Послушаем, что у нас со звуком Офигеть, как через ступицу слышно двигатель Вот это да И турбину тоже Прикол Так, отмечаем запись Правая передняя ступица Так, ну что, погнали, блин Надеюсь, все будет слышно Вот оно Слышите? Жух, 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 жух Так, еще раз проверим Сейчас я Немножко разгоню И накатиком пущу Чтобы движок не особо участвовал Во всей этой процедуре Блин, лед гольный Включим 4Х Жух, 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 жух Так, возможно, это, конечно, ветер Я Сейчас послушаю Возможно, на каждый оборот колеса Просто шух, шух, шух То, что ветер, может быть, задувает Я, конечно, послушаю сейчас Так, 46 Ага, вот Сейчас еще раз все переслушаю Блин, потому что-то я весь в замешательстве Какая же ступица-то гудит И, соответственно, покажу вам диаграммки Чтобы вы тоже увидели На какой ступице какой звук Левая задняя ступица Это правая задняя ступица Левая передняя И правая передняя Я удивлен, почему на подъемнике Или там Люфты не показывает На подъемнике не было слышно Эндоскопом, фонэндоскопом То есть это не просто там Медицинская хрень Которую применяют автослесаря Это профессиональный электронный, грубо говоря Контактный микрофон Который прижимают к определенному узлу И на диаграмме На экранчике Видна степень шумов И его частоту То есть по частоте Можно примерно определить Что это там Шелестит какая-то пластмасска Либо жижа Либо реально гудит подшипник То есть это все фонэндоскоп Должен был показать Ни хрена, блин, не показал Или опять в сервисах У нас такое оборудование Колхозанское Я говорю, ни хрена не работает, блин В общем, очень злой Замерзший Довольный результатом Конечно, недоволен, что Чертова ступица не работает То есть вы догадываетесь Да, тему следующего видео Что это будет Замена передней правой ступицы На Pathfinder Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях Кто какие ступицы использует У кого есть какая практика применения Какие ступицы ходят дольше, лучше и так далее Особенно на проставках Потому что я планирую поставить проставки От Ивана Вездеходова Но у меня нет реальной статистики Как они работают со ступицами Ссылка на Ивана Вездеходова будет внизу На его продукцию Ступицу я буду менять сам Потому что был комментарий Ты сам меняешь? Я говорю, да Блин, в отличие от жителей Столицы нашей любимой родины Где есть клубный сервис В мытищах Это Мастер Михаил Контакты также в описании к этому видео Ну а вы подписывайтесь на канал Ставьте лайки и не болейте Пока Субтитры сделал DimaTorzok